Вечер Добрый 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 налогов. Заплатить за землю, транспорт и имущество необходимо будет не позднее 1 октября. Что касается пенсионеров, если раньше у них были льготы при уплате налога на имущество с каждого объекта, то теперь им разрешается не платить данный налог только с одного вида собственности. Может быть это квартира, гараж, один дом, то есть пообъектно. Со всех остальных объектов налог будет исчисляться. Ни для кого не секрет, у нас сейчас это практикуется. То есть на пенсионерах значительное количество объектов налогообложения. Юридическим лицам придется предоставлять декларацию по налогу на добавленную стоимость только в электронном виде. А вот сдавать декларацию по земельному налогу не нужно. Специалисты сами рассчитают необходимую сумму и пришлют уведомления. Кстати, обеспечить получение документов теперь должен сам предприниматель. Отговорки вы мне не присылали, от штрафа не спасут. Безусловно, это далеко не все нововведения, которые ждут нас в 2015 году. Мы постарались рассказать вам об основных, которые касаются нашей ежедневной жизнью. Ну а главное изменение оставили на сладенькое, хотя сладкое эту новость вряд ли назовешь. С нового года из-за непростой экономической ситуации в стране и поднятия ключевой ставки Центробанка коммерческие банки вынуждены были также увеличить процентные ставки по кредитам и ипотеке. На этом все. Поздравляю вас с наступающим Новым годом стабильности. Увидимся в 2015. До встречи.